В этом ходе на фоне сусветной пандемии аматеры подорожив смогли открыть для себя внутренний туризм, прихожой с белорусской природы, объекты историко-культурной спадщины, традиции и звычаи. Актуализованы и запотребованы многие туристические направления. На Гомельщине одним из новых и самых популярных стал военно-патриотичный маршрут под названием «Вечная память живая». Он включает в себя наведывание помников и мемориальных комплексов в Жлобинском и Светлогурском районах. Мемориалы, которые находятся в Весце-Червонный Берах под Жлобином, присвечены детям, которые погибли на этой земле в годы войны. В 1943 году, по загаде Гитлера, тут был створен один из пяти донорских концлагеров. Когда группа Криви была первой и резус-фактор становочей, дитя становилась полным донором. Усяго про это пекло прошло амаль 2000 детей в возрасте от 8 до 14 годов. Вместо ящерной страшной трагедии и часов войны – мемориалу гонорспаленной везки «Ала». Он официально открылся 21-го червеня этого года. Тут в 1944 году загинули 1758 мирных жихаров, с их 950 дети. Выротоваться удалось немногим. Усяго про 13 дней в району вошли советские войски, которые и выявили наступство жахливого злочинства. Завершальный аккорд по дорожью военную историю – наведывание монумента, присвеченного операции «Багратион». И он был открыт летом 2014 года калявески Раковичи Светлогорского района. Миновитый отель советские войски начали масштабное вызволение Беларуси. Операция «Багратиону» вошла у подручники, як самая поспяховая наступальная операция 20-го стаходя. Специалисты означают запотребованность нового маршрута, а знайомиться с презентационным роликом можно на сайте Управления спорту и туризму Аблвы Канкама. Продолжение следует...